Сразу несколько крупных российских экономистов предрекли великий и могучий черный понедельник, который может случиться уже в августе. Речь идет о резком обвале рубля, нечто подобное мы с вами наблюдали в 1998 году, когда буквально за одну ночь курс национальной валюты рухнул на самое дно. Но в одночасье миллионы наших соотечественников потеряли все свои накопления, став по сути нищими, разорились тысячи предприятий и даже целые отрасли. Ну вот что-то такое, опасаются эксперты, нас и ожидает в обозримом будущем. Причин тому несколько. Первое, это, конечно, экономический кризис, что постучался в двери полгода назад, в марте. Однако наши правители упорно не хотели оного замечать, переключая внимание россиян на мишуру. Мы, например, с пандемией боролись, причем если верить телевизору, эффективнее всех на планете. Потом парады проводили и салютики запускали, затем конституцию меняли, а кризис в это время сидел у каждого под окном и посмеивался. 1 июля граждане России поддержали поправки к конституции. Это не только правовая основа для дальнейшей работы правительства, это и повышение ответственности всех ветвей власти. Второе, эффективным менеджерам, надо сказать спасибо, разумеется, ребятам из Минфина и Центробанка, которые, как обычно, вместо того, чтобы решать проблему, изображали видимость бурной деятельности, а по сути пускали публике пыль в глаза и тупо растрачивали народные накопления из различных фондов, ФНБ, соцстрахование, пенсионного, типа в Багдаде все спокойно, деньги есть. Ну, помните, Сбербанк государства само у себя купило зачем-то, олигархам на поддержание штанов целую кучу бабла подкинули, те, впрочем, ничего с этим баблом делать не стали, перевели в валютные активы и положили наличные счета, прораспил на парадах и салютиках и выше сказал, короче, все эти полгода гусарствовали наши управленцы, да гусарствовались. Нечем больше мишуру оплачивать, настало время ответить за понты. Начинаем! Если со всем прямым текстом и без шуток, вот эти вот растраченные средства, они в экономику-то не выливались, их просто по карманам распихали, а что в итоге? Ну, давайте, дабы не быть голословным. Итак, спад в промышленном производстве, данные на начало июля, 9,4%, это цифры Росстата. Добыча нефти рухнула на 16,5%, газа на 13%, прочих полезных ископаемых на 22%. Выпуск автомобилей минус 25%, машиностроение минус 19%, электрооборудование минус 13% и одна десятая. Предприятия, не привязанные к сырьевой трубе, загружены сейчас чуть больше, чем наполовину. Почему крупные контракты? Потому что отменяются. Люди боятся вкладывать деньги в товары. Неизвестно куда потом с этим товаром, и это я лишь о крупном и среднем бизнесе сейчас сказал, с малыми предпринимателями вообще аховая ситуация. Подавляющее большинство коммерсантов с конца марта на карантине сидят, открываться им не разрешают. Вы же наверняка бываете в торговых центрах, там как на кладбище. Бутики не работают. Индустрия развлечений, всякие кинотеатры, детские аттракционы, заведения культуры и отдыха тоже. Аналогичная ситуация в сфере общепита. У меня вот друг детства. Есть сеть небольших ресторанчиков у него в Екатеринбурге. Два заведения он уже закрыл с концами. Ну потому что разрешенная торговля на вынос это ни о чем. Они не отбивают даже расходы по аренде и коммуналке, не говоря уже о выплате зарплаты персоналу. То есть человек построил небольшой бизнес. Ни у кого ничего не просил. Обеспечивал не только себя и свою семью, но и рабочие места давал людям. Налоги платил, а потом его бизнес начали уничтожать. И так везде. О какой экономике при подобных раскладах можно говорить, за счет чего ей наполняться? Или вы думаете, что жулики и воры проразреют, раскаются, достанут наворованные из карманов и вложат обратно в Россию? Сейчас. Поэтому вот не хочется так говорить. Но ждем дефолта и последующего за ним завездеца. Это реальная журналистика с плохими новостями сегодня. Поехали. Но беда, как известно, не приходит одна. Особенно, когда пускаешь все на самотек, прикрываясь рисованными отчетами, дутыми рейтингами и прочими сказками. Неспособность властей хоть как-то управлять такой огромной страной обернулась в конце концов и кризисом политическим. Две недели подряд лихорадит Дальний Восток. Дальше, судя по всему, будет только хуже. К протестующим в Хаваровском крае уже начали подключаться жители других регионов. А власть по-прежнему делает вид, будто бы все нормально. Ага, как и в экономике. На этой неделе Владимир Владимирович в очередной раз насмешил всю страну, приняв наиглупейшее, на мой взгляд, решение. Объявил о недоверии к Фургалу, ставшего, по сути, знаменем общих протестов. Ой, а вместо Фургала ну такой карикатурный персонаж отправил конфликт в непокорном регионе разруливать. Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева предложение возглавить регион. Глава государства сделал Дегтяреву лично, связавшись с ним по видеосвязи из Керчи. Есть для вас работа. Я, как и вы, тоже не знал, что это за персонаж, но когда понял, что они серьезно про того Дегтярева, разумеется, начал собирать о человеке какую-то информацию. И первое, на что наткнулся, да он же голый, по всему интернету болтается голый и в бане. Причем, я уверен, что ни у одного меня те фотографии вызвали неоднозначную реакцию. Ну, например, первый вопрос, который возник, это вопрос о сексуальной ориентации гражданина. Нет, это его личное дело, конечно, хотя второй момент, и вот тогда я ухахатывался еще громче. Это когда данный чиновник, наконец, решил обозначить свою позицию спустя несколько дней после назначения и заговорил, слушайте. Вы знаете, вот в свое время появилась такая популярная попсовая группа, группа «Руки вверх», а появилась она с хитом «Малыш». Кто не помнит, ребята записали, как поет и танцует соседский мальчишка и сделали из этого песню «Я хороший мальчик». Папа сказал идти спать. Песенка при меня. Вот мне этот товарищ данного малыша из песни напомнил. Про себя я новоиспеченного гражданина в Рио губернатора тут же окрестил «Малыш Галыш». Поняли почему, да? Уважаемые хамаровики и хамаровчихи, хочу обратиться к вам. Мы в ЛПНР очень уважаем ваш хамаровый край, всех хамаровян, каждого лично бы приезжал к себе. И мы не потерпим такого отношения к вам. Вы выбрали себе губернатора из ЛПНР. Значит, у вас будет губернатор из ЛПНР и точка. А вот теперь просто задумайтесь. Кремлевские ребята отправили разруливать крупнейший в истории российских регионов за последние 20 лет политический кризис «Малыша Галыша». Они там в своем уме юную армию бы еще отправили под предводительством Лизы Песковой или Кати Мизулиной. Это, блин, какая-то сумеречная зона. Что в голове у кремлевских обитателей не вообще страшно представить? Ну так получайте. Если раньше во время протестов звучали относительно безобидные лозунги, сейчас они уже стали конкретными, жесткими и неприятными кое для кого. Сегодня вновь звучат лозунги «Путина в отставку». «Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку!» Кстати, дамы и господа, хочу вас призвать. Дело в том, что видео, которое вы только что наблюдали, снимают мои коллеги. Журналисты вы очень хорошо знаете. Это Евгений Анисимов. В данный момент Евгений вместе с нашим оператором находится как раз в протестном Хабаровске. Уже больше недели планирует остаться на месте событий еще. К сожалению, у них заканчиваются деньги. Мы живем в материальном мире. Ребятам надо где-то жить. На что-то есть. Как-то передвигаться. Призываю вас помочь, кто сколько может, потому что у нас нет инвесторов. Потому что нам, в отличие от Киселька с Соловьем, ничего не дают из бюджета. Мы работаем за счет рекламы и честного слова. С рекламой тоже сейчас все не очень весело. В общем, ссылка с реквизитами будет в описании. Спасибо. Ну и чтобы не на грустной ноте, депутаты от Единой России снова проявили заботу о народе. Разумеется, в привычном для них ключе пора грабить. В среду глава парламентского комитета по энергетике, с говорящей фамилией Завальный, предложил уже с сентября вернуть пение и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКК гражданам и бизнесменам. Завальный уверен, что пик кризиса уже пройден, поэтому настало время снова трясти, народишко. Напомню, в апреле правительство разрешило не торопиться с оплатой по коммуналке, мол, мы все понимаем, наступили непростые времена, у граждан и так, денег впритык, даже на еду иной раз не хватает. Давайте отменим штрафные санкции хотя бы до конца 2020 года. А теперь все. За поправки мы проголосовали, хватит человечности, платите терпилы. Апрочем, кто бы сомневался, к слову, жду сейчас, что по этому поводу киселек скажет в ближайшем выпуске бредней недели. Наверняка, что мы от такого решения только выиграем. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь на нас в ютьюбе, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова